Всем привет, друзья! И сегодня мы очистим сразу несколько магазинов. И помогать мне в этом будут мои подписчики. Ребят, я набирал в своем телеграм-канале, ссылочка будет в описании. Ну и я как-то подумал, будет нечестно все-таки, если подписчики будут выполнять работу за сотрудников магазина бесплатно. Поэтому я решил их поощрить. И команда, которая найдет по итогу сегодня больше всего просрочки, получит приз. И первое испытание сегодня будет на вылет. Команда, которая найдет меньше всего просрочки в Тухлопритоне за моей спиной, выбывает. Ну что, погнали! Ой, любимый и родной магазин Дикси. Сразу в подвал какой-то спускаюсь, грязь. Красота! Ну, я сразу уверен в своей победе, в победе своей команды, поэтому я беру корзинку сходу. Посмотрим, кто еще возьмет. И погнали! Опа, все, сотрудники уже не понимают, что происходит. Дата изготовления 0.02.023. Строго на 14 суток. Строго на 25. Память до 16. Все верно. Ири. Второе просрочное. Меня зовут Тимофей, мне 19. Я до сих пор учусь. Также ресейлер. Строго на 24 суток. Дата изготовления 0.08.014. Строго на 14.014.014.1. Опа. Ну, это прям Дикси. Это прям победное. Погнали! Раз! Блин, нет. Два не получилось. Да ну нет. Так, пока что-то больше не получается Ничего найти Пока все чисто Чисто, конечно Профессиональный нюх Я прям чую запах тухляка в этом магазине Есть какой-то план? Куда дальше? Плана нет Просто все смотреть Первые две есть, получается Срок годных 12 суток Дата поставки, упаковки 8 числа Это то же самое 12 суток уже прошло Меня зовут Никита, мне 18 лет Я учусь на юриста В свободное время со своей девушкой иногда хожу Ищу просрочку Уже есть? Конечно На сколько? На 4 дня На 3 Меня зовут Александр, 28 лет Работаю и увлекаюсь активной деятельностью Просрочка, стоп-хам Идем в молочку Тортики О, тортики, сладости От 19-го сколько срок годности? У тебя 7 суток, я думаю Да? Да? Да, сладенький 19-е, 20-е, 21-е, 22-е, 23-е, 24-е Последний день сегодня годно О, вот оно, вот оно Сладости-то не подводит, Артем Идикс не подводит От 18-го 7 суток А вот теперь все вместе считаем 18-е До 19-го До 20-го До 21-го До 22-го До 23-го До 24-го До 25-го Опа! Тортик сюда идет Здравствуйте Здравствуйте Я за месяц Тортик провлачен Верим вам Мы поищем у вас просрочку Поможем магазину И пойдем дальше Помогайте Да не за что А я надеюсь, что вы После нашего визита Проверьте сроки годности еще раз Понятно За нами Потому что вот мы прям Вот за 2 минуты в магазине Уже 2 позиции И это только я Просрочно Просрочно А вот еще А скажите До 25-го Это включительно или не включительно? После этого Не включительно Не-не-не Это мне пока Мы вам не мешаем Занимайтесь своей работой Мы к вам попозже подойдем Да, ребята Запомните Сегодня 25-е И если товар годен до 25-го То это не включительно Все, товар протух Я знал, куда идти Опа! Еще колечки до 25-го Да это золотое дно Наша команда уже победила Так А что все меня снимают втроем? А? Конечно Давай фото сделаем Я вас постоянно смотрю Спасибо Хорошего дня Надеюсь, это не завтрашенный Крадзачок от команды противника Чтобы отвлечь меня На самом деле Очень приятно Когда вы подходите Фотографируетесь Говорить слова благодарности Это отличная мотивация Работать дальше И очищать магазин от пухляка У нас здесь Гурничные Волши все паранки Все до 7-го февраля 23-го А у нас 25-я Если 25-я Всем привет Меня зовут Денис Мне 23 года Я работаю логистом Я Олеся Мне тоже 23 года Я работаю Ассистентом В Снежной Королеве В офисе Солдат Это у нас Ассистентом 25-й А у нас 23-й В офисе Лапшичка Наша любимая До 25-го числа Только сюда Меня зовут Александр Мне 25 лет Я простой студент Из Иваново Родом из Ашкабада У нас это 10-е Три месяца Это у нас Прошло уже тоже Да Вот еще 17-е И еще одно Интересно Почему никого у молочки нет У молочки и у мяса Золотое дно А они пустуют Так, детское Ну, надеюсь, что Дикси детским Больше не торгует Просроченным Очень хочется верить Но и так на первый взгляд Я его не вижу Раньше прям заходишь Магазины сразу Оп И нашел А сейчас уже так не получается Все Магазины исправляются Кто говорит, что От нашей деятельности Нет никакого толку Те очень сильно заблуждаются Обычно вот эти темы Просроченные часто бывают Но сейчас даже это свежее Меня очень порадовала Реакция сотрудника магазина Подошла Показала бейджик Представилась Все четко Спокойно Выяснил, что происходит Ну, у меня вопросов нет Всегда бы так А то ту с кулаками То лицо пытаются расцарапать То угрожают Зоопарк какой-то Близко Но нет По всякому печенью Зефири Ребята целую уже Корзину больше Даже Нужно нашли Да ты что Меня дезморали Ты мой оператор Я тебе плачу Куда ты Просто Плюс дезмораль О, ну и я нашел Ну нормально До 21-го, 02-го Опа Ну-ка, ну-ка, ну-ка Ща, ща Да нет Все Походу Это было един Да Это было единственное Опа На Ты посмотри Еще до 21-го, 02-го Ну-ка, может я тоже клад нашел Опа 21-ое, 02-ое А свежее тут есть в этой партии? Я говорю, победа уже у меня в зубах Будет весело, если я ошибся Не зря мы заглянули в эту помойку Как минимум поможем местным жителям не отравиться Тоже тухлая Самое главное, что нужно проверять первым Детская просрочка Нашли Крыш Огущий Тюма Что думаешь по поводу детской просрочки? Ну, я рассчитываю, что Дикси справляются Детской просрочки стало меньше в магазинах Мы уже нашли Так Я считаю, можно сделать X3 Одно детское питание X3 просрочки Количество А у меня есть команда участник? Нет Тогда нет, конечно Ты что? Так будет нечестно Я считаю, дисбаланс в командах будет тогда Одна позиция Как было оговорено изначально Один товар Все Один балл Скажи Это большая тележка Это все просрочка? Да Была маленькая корзиночка Уже все нормально Ну, охранник начал уже стрессово бегать по своему магазину Уже 10 раз пока вот в проходе мы были Он решил, ну, уходит работу Просто решил побегать перед рабочей сменой Ну, без каких-либо, то есть там Ну, может волнуется человек Ну да Может он думает, что мы воры Погодите, пожалуйста Дети, пожалуйста, не валяю Непорядок 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 Очень неплохо Очень хорошо Всем привет, меня зовут Сергей. Уже второй раз помогаю Артему очистить от просрочки прекрасный магазин Дикси. Ну вот это меня радует. Вот это меня, конечно, очень радует. Это меня тоже не сильно пугает. Да как? Я до 31 июня. Накаркал. Что я могу сказать? Будем до 25.02. О, кидай. Какие аппетитные. Блин, а от них пахнет-то как. Мне кажется, надо тележку сюда. Это хорошо. Это моя команда. Профессионалы. Плюс еще один клад магазина Дикси. Потому что тут все такое. Ой-ой-ой. Все до 23.02. Ой-ой-ой. А ребятам там йогуртом пока радуются. 21.02. Да-да-да. Тухляк. Потихонечку подгорается. Нет, ну таких масштабов пока нет. Это, конечно, мощно. Вот он, вот он мой герой. Вот он едет. Мчит. Опа. Сюда. Раз. Сюда. Два. Так. А это уже свежая. Ох, ребята, молодцы. Тратят время, за мной перепроверяют. А это чья корзиночка? Как ты думаешь, чья эта корзиночка? Твоя? Моя. Это все мое. Просто шок. Опа. Потом все это на кассу. До 22.02. Ты кидай, 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 кидай. Ты не теряй время, что ты не объясняешь. Потом разберемся. Круассаны. О, они все у нас лежат. Офигеть. Все они до 24.02.23. 4 месяца, 21.07.22 точно. Как здесь набор? Как успехи? Ну, вот тут. Когда последний раз в 18-м здесь был? 25.02.2022 год. Ого. Ну, ребят, скажу честно, если бы мы в магазине пришли и нашли столько просрочки, если бы мы в магазине нашли еще и детское просрочное питание, мы бы, наверное, все-таки вызвали полицию. Но, надеюсь, что сегодняшнего замечания будет достаточно. Но, теперь у меня есть отличный повод навестить этот магазин где-нибудь через месяц. Посмотрим, исправились, ребята, или нет. Артем. Да. Артем. Да, е-мое, на месяц почти просрочено. 22.03.00.30. Вот еще второе. Нормально, давай сюда. Давай, дядя, делай грязь. Когда я верил, что магазин Dixie справился, когда я думал, что все стало лучше после последних нескольких наших визитов в магазины данной сети, и сейчас я вижу вот это и понимаю. И еще это произойдет очень и очень нескоро. И когда мне пишут, Артем, ты видел в новостях, пишут, что скоро перестанут продавать просрочку. Ребят, до 28.01.00. Ну, с нашим участием, может, когда-нибудь перестанут ее продавать, но явно не в ближайшем будущем. Нужны большие штрафы, нужно ужесточать законодательство, и тогда, возможно, что-то получится. А пока штраф 20 тысяч, и то Роспотребнадзор часто присылает отказы, ну, ничего, я думаю, не изменится. Так, ребята, ещут молочку. Пойдем в яйца. О, тухлые яички. Быстро смотрим, чекаем. Это, конечно, не мазхеф, тухлые яйца, но очень часто бывает. Ну, вот же оно, ну, вот же оно, подошел к отделу с яйцами и сразу от 25-го. А срок годности практически у всех куриных яиц 25 суток. Не более 25 суток. Сегодня 25-го, 02-ое. Сюда. Нормально. О, а ты же из моей команды. Да, слушай, расскажи. Нормально. Например, 10-го вот января, но это изготовлено и упаковано, а где? Вон, снизу написано годин, да, видишь. Это тухлая? Конечно. Конечно, на самом деле я не хотел, чтобы моя команда победила. Ну, поскольку будет немножко, как мне кажется, нечестно. Но, как получается, так получается, ребят. Я против сильно не буду. В тот раз моя команда проиграла, причем с большим таким перевесом. А сейчас я чувствую, у нас есть все шансы на победу. Конечно, хорошо, если бы такая тележка была у сотрудников магазина во время снятия просрочки. Но почему-то такая тележка у блогеров. Пивко просроченное? Опа. Даже своих травят под пивасом. С учетом, что я был в этом магазине, и тут прям довольно-таки такой контингент. Часто у входа в магазин с пивом тусуются, ребята. Ну, это 12-е, 22-е. То есть более чем на 2 месяца уже кушаешься. Меня зовут Тимур. По моим ощущениям, ну, во-первых, это весело, потому что это все-таки соревнование. И когда это соревнование еще и несет пользу обществу, по-моему, это, ну, замечательно. Я тут подумал, если там были круассаны просроченные по 0-2, значит, тут партия. Или что посмотреть, и тут все. Тут одни еще бывают, один тот только не просроченный. А остальные пока что улетают. Офигеть, как просмотрели. Меня на телевизор. В хлебном отделе круассаны вы просмотрели. Все. Все испорчено. И это не моя команда. Ладно, не будем тельтовать, будем работать дальше. Главный результат. Да, пожалуйста, тут яйца от 19-го, 0-1-го. Это нам надо. От 27-го, 0-1-го. Ну-ка, посчитаем. Такая же тухлая. А свежие будут яйца, вопрос. Бедные люди, которые сюда ходят, закупаются. Главное внимательно смотреть за сроками годности. Все просрочно. Мне кажется, нужна еще одна тележка. А если что у вас? Просрочно. Почему это дата изготовления? Но срок годности 25 суток от 27-го. Господи, у ИИЗ 25 суток? Да, у ИИЗ 25 суток. Внимательно смотрите за сроками годности. Давайте я вам покажу. Вот, ребята, срок годности не более 25 суток. А, хочу напомнить, осталось 5 минут. 5 минут осталось? Да тут, мне кажется, надо продлять время, слушай. Мне кажется, мы неполноценно очистили магазин за это время. Все же, потому что хочу напомнить, что основная наша цель, это очистить магазин. И чтобы у ребят было больше интереса, больше стимула, я решил их поощрить, так сказать. Но, пока мы не очистим магазин, мне кажется, нет смысла отсюда уходить. Надо продлять время. Плюс 10 минут всем. А пока просрочка льется на рекой. О, давай сюда. Нужно убирать. Опа. Ну, это просто позор, конечно, ребят. И мы продолжаем выгребать, самое главное. О, вы прям ровно идете, офигеть. Ровно идем? Очень хорошо, очень плотненько. Трестапарт есть. Что, вся коробка просрочена? Трестапарт идет, вот 8 января. Трестапарт идет. О, давай сюда ее. Они еще даже разобрать ее не успели выставить, она уже просрочена. Там наша команда тем временем уже где-то в недрах магазина. Ну, вроде яйца проверил. По итогу половина просто яиц в утиль отправляется. Вы понимали, дорогие зрители. Я вам сейчас покажу вам прекрасную вещь. Смотрите. На 14-е, на 2-е, на 23-е, на 23-е, на 2-е, на 2-е, на 2-е. Молочка. А тут это какая-то, смотрите. Все взорвется. Временем у сотрудники просто коробочки. Переставляя с одной стороны, с другой. О, это что такое? Так, а вот тут борьба уже напряженная. Ладно, поехали дальше, не будем терять время. Так, это у нас 14-е, 11-е, 22-й год опять. Опять у нас 22-й год. Так, смотрим. 12-е, 10-е, 22-й. И я сегодня любитель 22-го года. 14-е, 11-е, 22-й. Поздно пить боржомы, как говорится. Так интересно, сначала из одной команды игрок тут просмотрелся. Теперь другой еще находит, доходит. Ну, в принципе, я думаю, тут уже видны фавориты. Ага, они тоже что-то нашли. 12-е, 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 прошло? Давай, считай. Так, идем, начинай. 23-е, 12-е, 23-е, 1-е, 23-е, 2-е. Практически, она любит. Очень сильно вздутые, да? Да, они все покупки и потевшие. А я знаю, куда дальше идти на кассы. Что такое, нашел что-то? Опа. Давай, сюда ее. И директор магазина мимо проходит и думает. Жизнь, тлен. Дорогой дневник, мне не передать словами всю ту боль. Не, ну а что вы хотели? Это Дикси. Чтобы собачки не отравились, надо собачек тоже заботиться, ребят. Да, 0-1, 22-е, 23-е. Наша. Лично Дикси. Даже, собственно, продукция тухла. Тут информация появилась. Вот какой контент стал. Ни тебе нападений, ни тебе полиции, ни тебе ГБР. Все спокойно, чинно, благородно. Как тебе по просрочке двигаться? Офигеть. Я не ожидал, что будет настолько много. Девушка, там чудесным образом так как появилась документация на хлеб. Я просто саму по себе с сегодняшним днем. Чудеса. Откуда уже она взялась? Не было. Уже люди подходят, говорят, вы здесь работаете? Я говорю, ну, походу, да. Сегодня точно. Да, на сегодня точно. Та-там. Че там? Прошу сок. Тобрый. 7-е, 02-е, 23-й год. А до какого числа? Нет, будем до этого. Изготовлено 7-го, 08-го, 22-го. Все 05-ы. Заканчиваем 7-го, 02-го, 23-го. Раз, два. И вот, смотрите. Сейчас дальше будем проверять. Ребята, еще простречку просто не в человеческих условиях. Очень удобно, коробка все захламлена. Ну, и завтра. Завтра стекают сраборные стены, они такие вздутые. Завтра стекают на вздутке. Завтра их не уберут. Очень много продукции, которая до завтра. Завтра их не уберут, но... Хоть в отдельную тележку собирай до завтра. Вот так, как прямо сейчас, наверное, на сетке. Но можно заметить, что 22-й. Я вот сюда подошел к кассам, казалось бы, и здесь прям туалетом пахнет. Я не знаю, что тут делать, как будто кто-то насрал за этот прилавок. Ну-ка. Да, вроде чисто. Надеюсь, еще есть время, потому что что-то у кассы я ничего не могу найти. У кассы чисто. Но не на то я ставку сделал. Здесь, наверное, чаще всего, наоборот, проверяют, потому что сидят. Пиво будет? Пиво? Нет, спасибо. Смотрим. Сотрудникам магазин оставим. Просрочно пиво? Конечно. Вся партия. Замечательно. Мне самое главное нравится, что команда противника тоже искала пиво, и они ничего не нашли. Точнее, нашли, но вот ребята нашли еще. Может быть, пока мы проверяли сроки годности в зале, сотрудники магазина проверяли сроки годности указ, и поэтому мы здесь ничего не можем найти. А в чем? Осталось 2 минуты. 2 минуты? Ну, слушай, кстати, я больше просрочки найти не могу, собственно говоря. Все, ребята, замедляются уже. Все, замедляются. Но, похоже, через 2 минуты будет стоп. Но согласись, что в этот магазин однозначно надо прийти еще раз. И уже с полноценным рейдом. Много-много раз. Да. 19.02.25 Ну да, сюда получается. Сюда. Но мне кажется, что все равно мы победили. По такому объему просрочки, по такому объему тухляка, который у меня в корзинах, ну, тут обогнать просто нереально. Это такой позор. Ты посмотри, сколько там всего тухлого. Я в шоке. Ну, 19.08.2022 года. Да не может быть. Красота. На полгода просроченная. До 19.08.2022 года. На секундочку, сейчас уже февраль, конец февраля 23 года. И вот ты стоишь и думаешь, а как эти магазины вообще работают? Ну, почему? Уполнение. Все просроченное, да. Да, фигеть. Упаковка была одна нормальная. Скорее всего, ее посмотрели и ушли. А что назад, чтобы не забрали? Конечно, украдут спокойно. И глазом не моргнут. Ты думаешь, я просто так вожу по магазину по всему, да? Вот этот паровозик. Сначала на кассу, потом сюда. Паровозик просрочки. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Давайте икорку с рыбкой посмотрим. Тут уже почистили. Тут уже почистили? Да. Ну, вот мне сейчас говорит оператор, что тут уже почистили. Прям вздутое стоит. До 24-го, 02-го, 23-го. Почистили. Я знаю, как они почистили. Еще одна сюда. Тут уже почистили, говорит. Смешная. Все, время. Все, вышло время? Все, время вышло. Время, ребят, идем на кассы. Ой-ой-ой. Это была одна парка. Ну, давайте, до конца уже убирайте. Потому что оставлять просрочку, когда ты знаешь о ней, ну, это прям вообще бред. Так, это интересно. Ну, тут будет ожесточенная битва, как я погляжу. У нас две тележки, и вот у команды, как вы называетесь? Зеленые. Две тележки. Ну, мне кажется, тут понятно, кто проиграл. Я ни на что не намекаю. Так, ребят, надо сейчас все это посчитать. Я предлагаю отойти на кассу подальше, чтобы не мешать проходу покупателей. И по очереди каждый будем считать. Даже касса, блин, грязная. Ну, даже на кассе какие-то крошки. Я просто не могу. Ну, ладно. Давайте по очереди. Начнем с нашей. Наша команда, как сегодня называется? Вульфики. Погнали. Раз. Два. Двадцать два. Двадцать три. А кассовой ленты вообще хватит? Семьдесят девять. Восемьдесят. В одной корзине ровно восемьдесят позиций. Вы просто подснимите, мы заняли всю кассовую ленту. А у нас еще вторая тележка на секундочку. Тоже доберку набитая просроком. Вторая пошла. Раз, два, девяносто. Девяносто один, девяносто два. Девяносто два плюс восемьдесят. Семьдесят двадцать два. Но это хавер до хрена. Это до хрена в кубе. Кто следующая команда? Ну давайте зеленые. Да ёперный театр, опять две тележки. Ну давайте, поехали. До седьмого на второго. Ну да, ребята понимают срока годности. Два. Тридцать. Но у них объемные. У них баранки, поэтому я думаю, у них будет меньше. Тридцать один. Тридцать два. Тридцать три. Тридцать четыре. Тридцать пять. А что это такое? А прессинь, это можно считать грибком? Ну да. Только это грибок в грибке. Да. Грибок на грибке. 48, 49, 50. 50 раз. Раз. Два. 55, 56, 57. Итого у команды зеленых сто семь. Но у нас еще третья команда есть. На самом деле там уже понятно, что скорее всего они проиграли. И они выбывают на данном этапе. Но мне все же интересно, сколько обычные ребята нашли за 40 минут нахождения в магазине просрочки. Поэтому у них мы тоже сейчас посчитаем. А монтажер в конце, общую цифру на экран, пожалуйста. Я в вас верю, оранжевая. А детская просрочка не есть. Ну, сейчас посмотрим. Настя предлагал X3 сделать. X3. Держи, согласен. Раз. Два. 21, 22, 23, 24, 25. 67 позиций у команды оранжевых. Я не буду расстраиваться сильно, потому что я победил, моя команда победила. Замечательно. Но это пока еще ничего не решает. Это не значит, что мы победители сегодняшнего дня. Это только первое задание на выбывание. Команда вульфики. Похлопаем себе, поаплодируем. Вот мои бойцы. Ребят, не расстраиваемся. Мы, в любом случае, с вами идем дальше, в следующий раунд. Вы тоже не расстраивайтесь. У вас еще не все потеряно. А можете директора позвать? И снова здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, как так? Пять тележек просрочки. Пять. И две корзинки еще. За 40 минут нахождения в магазине. Я сама шок. Вы сами в шоке. Вы директор магазина и сами в шоке. Что вы с этим будете делать? Списывать будем сейчас. Утилизировать будете? Да. Давайте черные мешки. Главное, нарушить селс-упаковки, чтобы товар вновь не попал на полки магазина. Мне главная задача, чтобы люди, которые придут сюда после нас, не отравились. И я уверен, что мы эту задачу сегодня не выполним. Скажите, что вы будете делать после нашего визита? Сегодня вот вечером. Прекрасным. Вечером. Выпуск на все ваши каналы. Неправильный ответ. Сроки годности проверять. Договорились? Это контракт проверен. А сегодня не будете проверять сроки годности? Сегодня я тоже проверю. Сегодня начнете уже? Конечно. Все, мы запомнили. Ребят, теперь все дружно. Берем, нарушаем целостность упаковки, скидываем в мешки. Вы же не против? Вы разрешаете нам? Да. Вы кто в этом магазине еще раз? Замечу сестра. Директора. Можете бэджи-фрос показать? Чтобы мы были уверены, что нам не какой-то человек с улицы говорит это. А то потом выяснится. Все, ребят, нам дали добро. Мы все это вскрываем сейчас. Я считаю, что это все просроченный товар. А, фрута няня еще просроченная. Насколько? Очень много. Ну, тоже на полмесяца просрочечка. Вот насколько все быстро происходит, когда сразу 9 человек занимаются поиском просроченного некачественного товара. Это мега-эффективность. Я просто не знаю, что может по эффективности с этим сравниться. 5 тележек, 2 корзины. Утилизация происходит просто мгновенно. Красота. Я теперь просто даже не представляю, как мы в дальнейшем будем опять вдвоем, втроем ходить по магазинам. Ну, мне кажется, вот это отличное решение проблемы с просрочкой. Жалко, что этим занимаются не сотрудники магазина, которые получают за эту зарплату, а обычные ребята, которые получат, ну, от меня какой-то подарочек получат за свою активность, за гражданскую позицию, но не более. Сейчас вонь просто на весь магазин, эта тухлая зеленая курица. Я даже рядом стоять не тяжело. Хоть я и привык к этим ароматам, но как оно воняет. Как будто вот в помойку, знаешь, залез с бомжами, и там ищешь вот эту курочку самую. На самом деле, ребят, я не планировал, что команда проигравшая тоже что-то получит. Я думаю, это будет честно, что если они тоже получат утешительный, но приз. Ну, ребята реально старались, ребята приехали, потратили свое время, нашли очень много все равно просрока, около 100 позиций. И я считаю, они заслуживают как минимум поощрения за свои старания. Ну что, итого сколько мешков? Четыре мешка получают с полных? Пять, шесть, шесть мешков. Шесть мешков у нас получилось. Не травите граждан, проверьте сроки годности, очень вас прошу. По-человечески прошу. Ну сколько людей могло отравиться, если мы сегодня пришли? Проверяйте сроки годности, мы к вам обязательно еще раз придем. Будет повод. Всего доброго. Все, пойдем, ребят, на улицу все. Не мешаем теперь выкидывать мусор, который изначально должен был быть в мусорке. Фух, ну что, ребят. Ну тут прям непередаваемые эмоции от такого количества тухляка, от такого количества просрочки. Я считаю, цель была выбрана верная. Эмоции от поиска просрочки. Это невыносимо. Я не знал, что так много. У меня у дома есть лента. Мы тоже находили две тележки. Но чтобы настолько много было, это еще за такое короткое время. И так легко искалось. Это надо постараться так запустить в магазин. Вы сами все видели, как бы очень много просрочки, молочки, взбухшийся творог, который я вам показал. Это просто шок. Сначала я ходил, было очень мало. То есть я там нашел две штучки. А смотрю, команда соперника уже с большой тележкой едет. И я немножко запаниковал. Пошел в отдел сухариков и расслабился. И понял, что там непаханное поле. И спокойно довел нашу команду до победы. Я в шоке, что у нас до сих пор где-то есть такое количество просрочки. Продавцы, убирайте просрочку. Иначе мы вернемся к вам. Мы первый раз пришли искать просрочку вместе с Артемом. И просрочку находить было, конечно, с одной стороны приятно. Потому что мы все-таки пришли сюда для этого. Но это также неприятно, потому что просрочки было очень много. Дикси мог отравить кого-нибудь. Поначалу было очень тяжело сориентироваться, куда сначала идти. Но как только я нашел просроченные сушки, я поймал кураж и пошло дело. А потом мы еще нашли просроченное пиво, целую партию. Ну там вообще, конечно, крышу снесло. И мы две тележки нашли. Я в шоке, что мы нашли столько много просрочки. Это просто безумие. Надеюсь, Дикси когда-нибудь исправится. Ну или закроется. Но это маловероятно, что они исправятся. Скорее всего, закроются, да. И у нас следующее испытание для двух команд победителей. Сейчас все объясню. Пойдем. Объясняю всем, что мы сейчас будем делать. Мы сейчас будем угадывать, какая продукция из какого магазина. У нас сегодня два гиганта. Дикси и Пятерочка. И их продукция от собственного производства. Пятерочка, красная цена. И Дикси каждый день. Кто-нибудь пробовал что-нибудь из этой продукции? За нее. Нет? Ну, кто бы удивлялся. Вот сейчас ваши языки попробуют угадать, где что. За каждую отгаданную позицию плюс балл команде. А плюс балл команде это плюс один просрочный товар в следующем магазине. Он вам очень понадобится. Ну что, ребят, начинаем. У нас есть две команды. Моя команда и команда зеленых. Я, поскольку пробовал уже всю эту продукцию, я участвовать не буду. Поэтому сегодня у команды зеленых все примут участие. У меня вот два бойца будут обдуваться за всех нас. Ну что, вы готовы? Да. Да. Я ничего не услышал. Вы готовы? Да. Начинаем. Ой, как она опять-то течет. Мясо уже падает. Прямо ко мне в рот. Ну что, моя команда. Давай, первый боец, пошел. Давайте. Смотри, тут у нас Дикси и Пятерочка. Надо отгадать, где что. Так. Пробуй. Давай. На вкус сейчас сразу ставим все понятно. Ну, слушай, вот это Дикси. Как ты это понял? Потому что, ну, я вспомнил этот вкус, но мне так кажется. Уже знакомый вкус, да? Ты уже пробовал тушеночку из Дикси? В прошлый раз, да. А, в прошлом нашем видео. Да. Ты же и ел ее. Да, я ел. Ребята, вот здесь по подсказочке можете посмотреть. Предыдущее видео с данным человеком молодым. Это Дикси? Ну, я считаю, да. Это Пятерочка? Да. Это твое финальное решение? Да. Как на вкус? Что вкуснее? Это вкуснее. Дикси вкуснее. Ты уверен? Ну, это вообще какая-то кислятина, она прям уксусом отдает. Скажи, вот это... В прошлый раз не было такого типа уксуса. Ты бы купил это в обычной жизни? Нет, конечно. А трава и то, и то, как будто бы на вкус? Нет, конечно. И это людям продают. Смотри, здесь две позиции, Дикси и Пятерочка. Да. Тебе надо отгадать на вкус, где что. Давай. Пробую. Как вкусно. Водливый, без. Как хочешь, как тебе угодно. Не знаю, что это удобно. Дикси или Пятерочка, правильно? Да. Сначала скажи, как на вкус, что вкуснее? Да оба достаточно прекрасных блюда, но мне кажется, слева Пятерочка, справа Дикси. Ты думаешь, вот это Пятерочка, а вот это Дикси. Как ты понял, скажи? Никак наугад. Рандом? Да. Ну а что вкуснее? Что бы ты купил себе на стол? Ну еще вот это. Дикси вкуснее? Да. А это интересно. А теперь давайте узнаем, подходи, правы ли были наши участники. Рапортуй. Да, ребята угадали. Ребята угадали. Вот это Дикси, вот это Пятерочка. Все верно. Ничего, если у вас рабочие языки. Красавцы, оба красавцы. Обе команды получают по одному баллу. И вы оба думаете, что Дикси вкуснее. Посмотрим, мне было чуть-чуть легче, потому что в прошлый раз я когда ел, я помню, что не было, во-первых, никакого перца, и не было такого привкуса, чуть-чуть осенького уксуса. Поэтому я сразу понял, что это не прошлое. А это, так скажем, вспомнилось флешбек вьетнамский. И я сразу понял, что к чему. Вот так вот, ребят. Сейчас монтажеру вводят цены на экраны. У меня нет слов, давайте дальше. Девушка, на вкус хотел пробовать тушенку. Владос, можешь оставить девушке, не уноси, если она хочет попробовать. Дикси вкусная реально, кстати. Да куда вы, я ее тоже ел. Реально? Ну-ка, может, вкусная. Молодой человек, прошу к столу. Как вкусно. А что у нас тут? Это у нас паштетик элита из пятерочки и Дикси. Собственное производство, все как ты любишь. Приступай. Не пробуй, я могу сказать, что есть, что. На что это похоже? Это похоже на собак, она срала. Сначала по запаху. А как пахнет! Ну вот это более паштетом пахнет, а вот это более жармом пахнет. Ну надо попробовать. Ну, кстати, съедомлено. А есть хлебушка. Вот это прям топ. Вот это ты бы купил тебе на стол. Ну я не ем паштет, но я бы купил бы. Вот оно как. Получается вот это вот по-любому пятерочка. А вот это вот Дикси. К вашему столу сегодня представлены паштет и паштет. Пробуй. А как пахнет? Так, он уже много не берет на кончике. Ну вот это вообще-нибудь будет вкуснее. Я бы ее купил бы. Вот этот ты купил себе или нет? Нет. Здесь прям голодный был бы. Да нет. Я переплатил бы чуть-чуть. Ну я думаю, тут разница невелика. Пятерочка и Дикси. Твое финальное решение. Пятерочка, Дикси. Молодой человек от команды Зеленых. Прошу к столу. Рапортуйте. Это пятерочка, это Дикси. Опять оба угадали. Плюс один балл каждой команде. Прошу к столу. От моей команды участник приглашается. Они вообще одинаковые. Давай. Я не буду тебе ничего объяснять. Ты сам все знаешь. Просто пробуй. Посмотри, тут какие-то черные вкрапления я вижу. Это что такое? Это грязь или это перчик? Прокажки. Да, такая бумага просто. Вообще, конечно, одинаковая. Но я скажу, что это Дикси. С чего ты сделал такой вывод? Ну мне опять кажется, что здесь чуть-чуть поостынее как будто. Именно из-за остринки. А по вкусу как? По вкусу оба газа. Ни то, ни то не стал брать. Ну а если учитывать, что это, например, стоит 30 рублей. Все равно не взял. Переплатил бы. Поработал бы побольше. Я вообще как-то не ем, поэтому... А. Ну, твое окончательное решение. Пятерочка, Дикси. Да. Прошу к столу. Я думал, что нормально. Тебе всего лишь надо угадать, где пятерочка, где Дикси. Надо прям есть, да? Надо прям есть. Ох, она целый кусок сразу в рот большой. Через силу. Ты можешь выплюнуть всегда. Мы уже поняли, насколько это вкусно. Но не одинаково вкуснее. Но эту ты не выплюнула. Пока. Это пятерочка, это Дикси. Из-за того, что это шучу вкуснее? Да. Ты бы купила сама себе такую колбасу? Нет. Нет. Но надо понимать, что это стоит 30 рублей. Все равно не купила? Нет. Ну, собственно, вот что продают нашим пенсионерам, в принципе. В основном, я думаю, за такие деньги покупают люди с небольшой зарплатой, либо с пенсией. Если так мы выяснили сегодня, невозможно. Хотя, все-таки одну возможно. Она более-менее там вообще пятерка. Ребята, прошу, к столу оглашайте. Это пятерочка, это Дикси. Вы все правильно угадали. Поздравляю. Теперь у меня вопрос. А зачем был вообще этот конкурс, если по итогу и эта команда получает плюс 3 балла, и моя команда получает плюс 3 балла? Ну, ладно. Мы потянули чуть-чуть кронометраж видео. Идем дальше. В пятерочку. Вот это вкуснее. Мне не народа. Сам будешь, Артем, пробовать? Да я поел недавно еще не голодный. А если это там за 30 рублей? Ах, так и мальчик чертов. Ну что, ребята, мы плавно переместились в наш любимый магазин. Пятерочка выручает. И сейчас правила те же. Команда, которая найдет больше всего просрочки, становится победителем сегодняшнего дня. Проигравшая команда вылетает и не получает ничего. Как-то так, ребята. Ну что, готовы? Да. На поиск просрочки в пятерочке у нас 20 минут. Я все-таки по своим субъективным ощущениям считаю, что Дикси более грязный магазин, чем пятерочка. Поэтому, я думаю, тут будет сложнее. Погнали. Все, 20 минут начинаются. Так, я тоже сюда хотел пойти. Ну ладно, идем дальше. Вот эта выпечка часто бывает просрочена. Я не перестаю повторять, что здесь точно должен быть клад. Будет весело, если мы вообще ничего не найдем. Так, ладно, пойдем в молочку. О, торт! Да куда? Ну ладно, ладно. А я уверен, тортики в пятерочке все свежие. Что-то есть. У меня ощущение, что мы в пятерочке ничего не найдем. Либо найдем прям очень мало. Как будто бы чистая пятерочка. Я 13-го, 02-го, последнее, что я не проверял остался. Решил проверить срок годности 10 суток. Абсолютно ничего, правильно? Опа, опа, а вот и пятерочка, а вот и попалась. Детское питание, вот оно что. Детское питание до 24-го, 0-го, сегодня 25-ое, 02-ое. Для питания детей старше 6-ти месяцев. Эх, пятерочка. Может быть еще? А может быть еще? А давай копнем поглубже. А тут еще детское питание просроченное. А давай еще копнем. И еще. На самом деле довольно-таки чисто все было поначалу, пока я не пришел в детское. Хотя я знаю, насколько по регламенту пятерочки сотрудники должны за 3 дня снимать просрочку детскую. Но не сняли, получается, еще и просрочили на 2 дня товар. Кто бы мог подумать, что надо в детское идти именно. Согласись, пятерочка почищем. Вот ты даже приходишь, даже по ощущениям именно от магазина самого, как будто приятнее здесь находиться. Хотя цены плюс-минус такие же. Я, конечно, не знаю, какие сейчас цены в Дикси, я давно в них не захожу уже. Пятерочку я могу заехать купить что-то в Дикси, обхожу стороной. Потому что просто неприятно в них находиться. Неприятно осознавать, что по твоей идее тараканы только что бегали. Такая она грязная. Ну вот, если даже это не просрочено, то как минимум неуважение к покупателям. И посмотрите, для детей питание. У меня один дом, 10-го, 02-го, 23-го. Они уже вылупляются. Что такое пыль-то? Ой-ой-ой, тут можно плохое слово написать. Это, опять же, показывает ваше отношение к покупателям. Столько пыли. Ну что-то есть. Ну, это фигня. Это все уже старое? Да. Конкуренция гораздо сильнее. Тут очень сложно. Да. Каждый товар навязал. Так, 35-го декабря 2022-го. Срок годности у них 35 суток. Наш край клиент. А вот, 02-14-го. Ого. Ого. Что тут, ребят? Опа. Борьба за каждый товар. Вот, он побежал в мои тортики, называется. Это твое? Нет. Вот это да. О, нормально. Нормально, хорошо. Ну, слушай, я в своей команде не разочаровываюсь вообще. Ага. Нет, нельзя за этот срок. Ну, мы это отдадим сотрудникам, но это мы не будем считать. Только просрочку сегодня. Хотя-то в моей команде, в принципе, можно и засчитать, я думаю. Никто не заметит. Подсуживаешь своим? Не подсуживаю, а грамотно руковожу процессом. Честно и объективно. Так, а вот как в пятерочке хранится продукция. Вы посмотрите, ребят. Тут у нас, знаешь, колбаска, которую, я уверен, нужно хранить в холодильнике. Тут у нас, значит, курочка. Ммм, какая красота. И все это просто лежит в фарш. Да-да-да. И все это просто лежит в тепле. Посреди магазина. И никто это, как мы видим, не разбирает. Вокруг не душа сотрудника. А, ну вон сотрудник прошел, что-то пробежала девушка. Заказ собирают. А зачем просрочку искать? Заказ собирают. Я хоть думал, он просрочку побежал искать, а нет. Так, ну у этих вообще пусто. Хорошо, идем. Артем, время вышло. Все? Сбор на кассах. Ребят, все на кассу, все, время вышло. Но это неплохо. Это прям очень неплохо. Неплохо? Да. Ну да, левчерка еще сложнее, чем проник. Позорные пустые. Ну что, я с вами первый пришел. Самая пустая корзинка, наверное. Три позиции. Надо нам где-нибудь расположиться и все это посчитать. Вот они, красавцы. Вот они наши победители. Вот она, победа уже в наших руках. Это мы еще узнаем. Отлично, сюда, давай, сюда. Давайте считать. Ну что, сначала моя команда. Раз. Проверяем. От 0 второго месяца, 23-го года. А это, может, случайно? Ну да, это случайно попало, я так и понял. Ты точно просрочен. Ну согласен, это просрочено. Больше, чем на месяц. Раз. Вообще, до 12-го месяца, 22-го года. На 2 месяца просрочено, прошлогоднее. Так, эти яйца без маркировки, они не считаются. Но мы в любом случае должны указать на это сотрудника магазина. Поэтому мы их просто откладываем отдельно. И я нашел детское. Это 8, 9, 10. 10 позиций ровно у нашей команды. Ну давай, теперь команда зеленых. Так, проверяем. Раз. Вот я же хотел в тортик и пойти. Ты меня опередил. Два. Ну да, 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 я проверю. Мне не сложно, но тоже в декабре еще просрочилось. Три. Четыре. Пять. Кто же победил? Победил. Кто же, кто же победил? Ну что, ребят, итого у нашей команды. Вот они красавцы, вот они молодцы. 10 позиций, у команды зеленых 5 позиций. Но мы, конечно, не расстраиваемся, правильно? Главное ведь участие. Главное замечательно провели время. Ну и теперь самое время узнать, что же будут за подарки. Само собой, я не буду участвовать, поскольку я в вашей команде. Мы сейчас выбираем участника от каждой команды, который будет выбирать подарок для своей команды, собственно говоря. Сначала мы участвуем, потом уже ребята проигравшие. Я решил всех поощрить, потому что ребята молодцы. Ребята сделали правильное, нужное дело. Ребята потратили свое время. Поэтому все сегодня уйдут с подарками. Ну что, ребят, кто первый из вас? Давай, тяни бумажку, любую. С завязанными глазами можно с корзиной, ограниченной по сумме 7 тысяч рублей. Ограничение по времени 4 минуты до двух заходов в кассе. В общем, ты сейчас за 4 минуты с завязанными глазами можешь взять себе все, что ты хочешь в этом магазине. Можешь взять корзинку, два раза можно подбегать к кассе и выкидывать товар, выкладывать. Давай, вытягивай. И что тут у нас? Без ограничений, время 10 минут, максимальная сумма 5 тысяч рублей, ограниченное количество походов в кассе. О, ему самое лайтовое выпало, он может просто ходить и набирать все, что он хочет. Новая масочка, распаковал только что. На, надевай. Нормально. Раз, два, три, поехали. Давай, у тебя 4 минуты. Давай, давай. Да, он все видит, я думаю, снизу. Нет, за эту печальнюю снизу. Как уверенно идет. Самому дорогому, наверное, идет. Я просто помню, что прямая тут была нормальная. Надеюсь, он меня сегодня не разорит. Надеюсь, он как честный и ответственный человек ничего не возьмет. Опа. Я помню, что здесь что-то сладкое было. Да, да, да. Так, так, так. Перчик. Нормально. Как он в сладостях перчик взял именно? Нет, я просто буду рандомно коротирать. Давай, 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 у тебя времени-то не так много, уже минута прошла. Муку, все для дома. Нормально. Опа. Прикинь, он сейчас просрочку возьмет. Что за касса добежать? Это сильно. Вот тут прям вниз. Во-во-во-во. Очень сладко. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что этот мужчина? Да ну куда? Да ну что? Что, я пошел на кассу? У тебя еще целых две минуты. Подумай еще, походи, что тебе нужно. Не спеши. Ты думаешь, я вижу, что где? Подумай, что нужно. Интуиция. Нанюх давай. Ну это одно из самых жестких, на самом деле, ему выпало. Потому что берет просто наугад. На коробке. А где есть, где? Так, заморозочка пошла. Здесь тебе очень нужно куда-то пошел. Бери, ты что? Конечно, это все очень нужно. Не, я пытаюсь, типа, снизу чуть-чуть наблюдеть, но это не реально. О, к самому дорогому подошел, к элите. А, и этот еще раз, наверное. Еще минута, ровно осталось. Так, это либо не привезти. Да, минута? Да, минута еще. Но я последнее что-нибудь возьму. 50 секунд. Те еще надо идти на кассу, напоминаю. И выложить это на кассу. Если не успеешь, то обнуляется все. Ой, красавец. Самый дешевый, красную цену взял. Все, погнали. Давай. 40 секунд осталось. Просто прямо. Просто прямо. Не упади. Правее чуть. 20 секунд. Все, все, все. Дошел до кассы. Еще 10 секунд осталось. Красавчик успел. Так, теперь давай впечатление от того, что ты взял. Вот это нормально. Кутасово. Ты ел хоть раз это вообще? Я тоже. Нормально, брат. Креветки. Креветки, красная цена опять же. Нормально. Ну, тут я понимал, что я всякие батончики взял, короче. Нормально. Кладка любишь? Придется. Да, конечно, люблю. Все, пробивай дальше. Садись, рубляк. Самое хорошее взял. Не, ну это я пока не буду пробивать. Отложат пока потом, да? Ты скажешь, ты вообще доволен своим выбором или не очень? Ну, слушай, могло быть лучше, конечно. Если бы я чуть-чуть хотя бы магазин уточил, я вообще, ну, что был только вкладка модели. Но мы сделали честно, мы дали вам 20 минут пройтись по магазину, пока мы здесь искали просрочку. Сейчас ты узнаешь, самое худшее это или нет. Так, ну, тоже для рыбки осталось. Ну, давай, будешь рыбку кушать дома? Угощаться будешь? Ну, естественно, за деньги блогера можно все. За деньги Артема можно и рыбку купить. А, 100 рублей. Это вообще просто. Итого у нас 4 316 рублей. В принципе, нормально, не жадничал сильно. Ну, да. Но у тебя и корзинка уже полностью наполнилась. Но если ты забыл, у тебя было два захода к кассе. Ты мог набрать, прибежать и еще раз бежать. Я, кстати, ничего не видел, поэтому мне кажется, это не помогло. Все, оплачиваем. Все, спасибо за покупку. Оплачено. Поздравляю, собирай свой приз. Ну что, ты можешь брать все, что ты хочешь, не спеши. Выбирай, ходи. Времечко. Делай обоснованный выбор. Я засек время. А, уже, да? Да, все, время пошло. Ой, на лайте, на чиле, на расслабоне идет красавчик. Я думаю, мне хватит блинчиков. Я не знаю, я сегодня один. Поэтому я не знаю, что мне еще надо. Пойдем, хлопушки, на утро. Я помню, что этот человек такой запасливый. Все для дома, все для семьи берет. Я один сегодня. Это проблема. Я не знаю, что нам надо. Можно позвонить? Нет, нет. Сейчас он узнает, что ему надо. Ну, я уже вижу семейную пачку. Слушай. Смотри, выгодно запас завтрака на 20 дней. Красота. Дарин, если что, снимают видос. Мы, ты в Ютубе тоже теперь. Что нам надо? Рещи. Рещи. Какое мясо? Дарина, ты что? Где она? А где курица? Я не знаю. Я, короче, побежал. Мне все равно. Ну, как хотите, а я бегаю. Дарина, курица. Так. Привет. Овощи не надо. Сосиски можешь взять. Нет, сосиски не ем. Сосиски отсутствуют в нашем посылании. Каня. Каня. Слышишь? 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 Давай дешево там на третьем уровне пульте. Та идёт. Какой грязь? Мать, ржай! Мать, ржай! Да, да, норма термин. Я в душе. Ее пропальния янтарь. Мать, ржай! Все, позор, не ори. У тебя еще 6 минут, и у тебя еще запас где-то 4500. Да, это база. Так же две гречечки берем. Ты все еще раз сам увидишь. Даже поскорбитурного губа. Я взял один сироп. Все еще молоко. Сколько? Сколько процентов? Вот это, я понимаю, разумная закупка. Все, с чувством, с толком, с восстановкой. Вот-вот-вот сзади. Горю, какая. Показываю. Одно день. Дальше. Мать помеется. Какой? Какой пойдет? Или два? Хорошо. я ни на что не намекаю осталось две минуты две минуты дарим яйца ну все ладно давай до 30 секунд осталось у вас все каракас дайте кого я все 15 секунд осталось красавчик у нас все не экономно даже как-то грустно и того 3100 рублей все есть ну что наши победители сегодня получили свои призы а теперь пришло время наградить проигравшие команды и если в командах победителях каждый из участников выбирал себе приз то проигравших командах сейчас будет один человек от каждой команды который собственно и будет набирать призы на всю команду самый активный зеленых давай ты будешь от зеленых набирать приз кто от оранжевых будет набирать ты от оранжевых давайте скидывайте ступер и будет тянуть прошу давай завязанными ногами можно взять корзину ограничение по сумме 10 тысяч рублей время две минуты они ограничено количество потоков к 10000 рублей это сегодня рекорд но у него с лишь две минуты и у него будут завязаны ноги ему надо успеть добежать и вернуться к кассе так ну и ты забирай последнее последний нам и страшно так используя только руки 13 за один заход время четыре минуты ограничения по сумме 10 тысяч рублей тоже 10 тысяч рублей ограничения так руки но без корзинки все что в руках внесешь все что уронишь все договорить ноги вместе раз-два-три время пошло давай так себе развлечать еще минута как раз допрыгать обратно до кассы минус все все минус убираем обратно неси все что он уронил это минус аккуратно не падай не падай не падай не падай можете давай я тебя держу еще 40 секунд не спеши давай не просто никто не обещал чтобы это легко и давай до выпечки я бы скакай я буду считаю тебя до выпечки до пару шагов все лан засчитываем все снимай две минуты но тут учусь совсем не бежала понимает реально тяжело он сделал все что мог теперь нормально кассу почему корм собачий я подумал продукты мне не нужны собачий корме это изумно благотворитель блин замечательно красавчик а у кого идея возникла такая вы же для всей команды собирали у меня но на команду не подбежала все 3600 оплачиваем все оплачено да подождешь красавчик последний добегаем хорошо потом все эмоции скажут свои мы подогрев покупатели мы покупаем мы разберем себя настоять только будет тухляком и на что говорить будете лучше помолчали ваши просмотр проверяли ну что последний наш участник тебе сегодня предстоит за четыре минуты все что вы возьмите поместится в руки все что падает все улетает у нас есть небольшая тактика я буду придерживаться раз-два-три погнали о папа пошел пошел быстрее быстрее семью а вот небольшая тактика и мешки я всем обещал так минута только прошла а он уже набил полные руки может быть и не полные да чтобы жадность фраера не сгубил еще не упала для девушки хорошо но прицел на минуту уже почти справился но это он для всей команды набирают все кому еще надо нутеллу говорят нутеллу здесь было нет нутелла там было да ой как удобно он забей забей на нее забей 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 не жадность опа профессионально минус зефир но две минуты прошло он может погулять в магазин в таком состоянии нет никита минус ну минус рафаэла что там у меня тут снизу протечка какая протечка ахера его знает миссии прыгать падает не знаю что там сюда оп за три минуты наш товарищ справился даже интересно насколько набрал я не удивлюсь если он больше всех взял по итогу давай первые стикерсы и игра это вообще да это просто сразу мне уже страшно стало у меня жуки взрослись икорка но давай будем прямо говорить не самая дорогая игра но хотя до 90 грамм на 1200 нормально слушай нормально все поехали сникерсы может просто штуки посчитать потом прибавить плюсиками плюс 44 получается 48 юмору ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой я просто в шоке просто цифры вот так просто летят слушай плюс пакетов давайте 4 Короче, еще домой под мусор пару пакетов чисто. Итого 5 989 рублей оплачиваем. Самый крупный. 10 пакетиков. 3, 4. Я вообще, в принципе, могу выбрать и все. Оплачено. Замечательно. Замечательно. Но, получается, все победители забрали свои подарки. Можешь кто-нибудь руководство магазина позвать? Руководство магазина можете позвать? По просрочным товарам хотели узнать. Откуда столько просрочек в магазине? Яйца без маркировки. На них вообще нет даты у сортировки. Детское питание просроченное. Так, вы скажите, откуда столько товара? А, выложить его хотите? Давайте. 35 суток. Насколько я помню. Детская питания. 1 года назад А откуда-то просрочки-то не углядели? Ну, конечно. Не углядели, не углядели. Главное, что вы признаете ошибку. Будете справляться, надеюсь. Ну и замечательно. На полке вновь не выставите? Нет. Все? Всего вам доброго тогда. Как твои эмоции, расскажи. Эмоции прекрасные, хорошо повеселился. Как я говорил, я сюда пришел вообще не за призами, а чтобы просто поучаствовать и повеселиться. Поделился с ребятами. Это их пакет, они меня заранее попросили пельмешки, все дела взять. Сникерсами поделился. Сникерсами половину мы им отсыпали икру. Хлеб, все как положено, побраски. Все-таки вместе были в одном строю, значит, надо делиться. Но у тебя два пакета, у них один. У нас просто туалетка, так одинаково получится. Туалетку мы себе забрали, мало ли наступят времена. Получается, что? Все у нас хорошо. Ты доволен, самое главное? Как тебе эмоции, расскажи? Эмоции, как обычно, изумительные. Все понравилось. Доволен тем, что взял или все-таки можно было лучше? Можно было лучше, конечно, если бы я был не один. Обидно, но все равно курицу взял, главное. Гришку, рис, пушенка. Не пропадешь. Спасибо, Артем, за что снова позвал. Мы снова доказали, что мы неоспоримые победители. Уже второй раз мы выигрываем в этом прекрасном конкурсе. Я, как всегда, опять затарился. Конечно, могло быть и лучше, но, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят. Поэтому все равно спасибо, Артем. Все, красавчик. Я могу сказать, что до сих пор отдышаться не могу. Точно могу сказать, что следующий мой поход в зале – это день ног. И сегодня и так у нас день такой полезный общества. Мы очистим два магазина, очистили от просрочки. И решили сделать вот с командой. Посоветовались, меня поддержали. Решили взять собачий корм и я его отвезу в приют. Телеграмм тебе скину отчет. А я вставлю в видео его в конце. Обязательно. Артем, смотри. Минципальный приют Дубовой рощи. Привезли порт. А в этих пакет. Сейчас их отнесем собачку. Корм на месте. Все привезли, отдали. Приют сдали. Все хорошо. Как договаривались. Спасибо большое всем, кто смотрел это видео. Не забываем ставить лайки. Подписывайся на канал, кто еще не подписан. Обязательно жмем на колокольчик, чтобы не пропустить новые интереснейшие видео. Также пишите обязательно в комментариях, зашел ли вам данный формат. И звать ли еще следующее видео вот этих замечательных людей. Не забываем подписываться на телеграм-канал, потому что именно в телеграм-канале, ссылочка на который есть уже в описании под этим видео, я набираю участников для этого и подобных видео. А на этом всем удачи, друзья. Всем пока.